Елена Семеновна. Я, конечно, неизвестная такое лицо, наверное, потому что мы редко встречались. И вообще, я первый раз на таком мероприятии, поэтому, если я немножко волнуюсь, простите меня. Ну, вот такую книгу, наверное, все видели. Особенно, если кто, был в детской библиотеке областной. Вот, там такая книжка есть. Эта вот книжка вышла в 17-м году. Вот, в прошлом, вернее, году. В общем, если посмотреть внутрь, то она вся вот такая вот. Если кто не видел, она вся иллюстрирована. Ну, я, в общем-то, эту книжку сама писала и сама иллюстрировала. Вот так вот. Это все мои иллюстрации. Вообще, спасибо. Я считаю, что детские книжки должны быть яркими. Если бы я просто написала и выпустила книжку, стихотворение, наверное, они бы так не звучали, что ли, мои книжки. А так вот берешь стихотворение, описываешь. И, в общем, как-то так получается, что хочется очень показать, что если, допустим, птице, так хочется показать эту птицу, нарисовать ее, приблизить такая, какая она в природе есть. Это очень значит. Потому что для ребят такие книги, они любят природу вообще. Я хочу сказать, что если, допустим, как это повлияло на мою работу и почему именно я вот о природе чаще всего пишу. Дело в том, что я сама, как по образованию, я учитель, биолог. И вот это, наверное, наложило вот такой отпечаток на вот эти вот все мои книги. Работала 40 лет с детьми. Детей люблю, особенно вот таких маленьких, которые с рождения, да вообще всех подряд. Но вот именно для вот таких малышей очень приятно вот такие книги издавать. Тем более, что это полезная книга, нужная. Это ни в коем случае не учебник, а просто, знаете, так, дополнительная литература. Вот это вот о Норском заповеднике. Вот если спросить, сколько заповедников у нас в Амурской области? Наверное, мало кто ответит, что три. Три. Много заказников, вот заповедников три. И один самый молодой в этом году, ему 20 лет, это Норский. И вот к его юбилею выпустилась вот эта книга. Здесь описано более 150 видов. Здесь информация о рыбах, какие у нас в Амурской области живут. О присмыкающихся, земноводных. Тут вот змеи у меня есть, лягушки вот есть. Ходила в пединститут, фотографировала, чтобы нарисовать. Вот, посмотрите. Есть у нас даже такие, как редкие, занесенные в Красную книгу. Вот они здесь все есть. И все стиха здесь. Потому что эта информация для детей нужна. Я помню, почему именно стихи, почему именно животные. Я когда начинала работать в школе, тогда и работала над, ну как сказать, повышением своей квалификации, взяла тему такую. Стихи на уроках биологии. И там такое хорошее стихотворение было. Когда ребятам рассказываешь, они слушают, а стихи легче запоминаются. Вот это, может быть, повлияло на мою, так сказать, дальнейшую вот работу. Ну, а получилось, как стихи писать начала. Я никогда к этому не придавала огромного значения. А потом, когда ушла на пенсию, и сами знаете, потому что возраста много таких людей, как я. Когда уходишь и освобождаешься от работы, кажется, как будто бы с коня упал, с лошади на скаку. Это точно. Как будто бы что-то потерял. И вот так хочется еще быть нужной. Так хочется еще, ну, представляете, смотреть в окно, никому не нужным быть. Внуки выросли, дети сами живут. И вот тогда вот дети привезли мне мольберт, привезли краски с Китая, привезли бумаги, сколько хочешь. Мам, ты только не болей, ты только занимайся, вот рисуй, занимай себя. А сами между собой переглядываются. Пусть занимается бабушка или мама там, она уже в таком возрасте. Ну, мама начала. Вот это... Да, и бабушка начала. Вот это вот первая книжка моя, которая вышла. Это мои друзья. Вот. Посмотрите. Людмила Семеновна. Да. Людмила Семеновна, расскажите, пожалуйста, двух словах, два знака на области. Я скажу, Саша, я скажу. Людмила Семеновна, продолжайте, я скажу. Понимаете, вот это иллюстрации мои. Хотите, прочитаем на стихотворение? Я буду говорить громко, так, чтобы всем слышно было. Вот ребятишки очень любят это стихотворение. Называется «Нахлебники». Напросили с мухи пчелам. Можно с вами в улье жить? Мы народ простой, веселый, с нами выгодно дружить. Будем вам жужжали мухи по хозяйству помогать. А ансамбля наш цокотухи песни петь и танцевать. Вот смотрите, балалайки, есть гитара, контрабас. Музыканты, поиграйте, покажите пчелам класс. Ну, замялись было пчелы. Верно, много всяких дел. Мигом в дом урой веселый, не дослушав, залетел. Кое-как залезли в ульи, понабились в уголки. Все вверх дном перевернули, засидели потолки. День-другой, за ним неделя. Пьют нектар, да мед едят. Спят, валяются в постелях. Ночь не ночь, орут, голдят. Это ж мухи. А вместе с ними музыканты. На трещотках трень добрей. Веселить себя таланты. Доработать только лень. Долго пчелы мух терпели. Все стеснялись к той поре. Соты с медом упустили, да и осень на дворе. Пчелы в горе безутешном. Чем детей теперь кормить? Как же нам в затылке чешут? Это так зиму пережить? Видите, тут вот, чтобы было наглядно нарисовало. Вот и вроде как к людям приспособилась. Потому что это типа басни. А ребята потом очень хорошие выводы делают. В разговорах мало толку. Порешили дать им бой. Взялись пчелы за метелки. И на мух пошли толпой. Эй, вы хитрые лентяйки. Убирайтесь поскорей. Забирайте балалайки. Вылетайте из дырей. Не жалейте свои руки. Чтобы дом и мед иметь. Будет нынче вам наука. Как за счет других жиреть. Ребята очень хорошо воспринимают это. Но я, наверное, с учительской точки зрения думаю так. Если стихотворение, должно чему-то научить. Правильно? Вот это вот, наверное, и повлияло. Я прошу извинения. Волнуюсь очень. И горло пересохло. Вот такая вот книга. Вот. Сейчас я достану ее. Тоже, наверное, вам известна. Жилая радуга. Это о бабочках. О наших дальневосточных бабочках. Или вообще. Бабочках мира. Немножко есть. Вот, посмотрите. Вот такие бабочки. Виноград рисовала. У меня дома растет такой. Вот эти бабочки летают у меня в дворе. Ну, вот такие вредители есть бабочки. И все остальное. Есть очень красивые бабочки. Которые занесены в Красную книгу. Вот такие вот. И стихотворения про них тоже самое. Вот иллюстрация очень помогает ребятам понять. Что-то вот такую бабочку ясную все видели у себя на даче. Видите, вот она. Ну, ребята сразу говорят. Вот такую бабочку я видел. Вот из... Ну, говорят они. Видите как? Вот такие вот рисунки у меня. Естественно, надо еще ребятам не просто написать, а еще рассказать. Почему родилось вот такое стихотворение? Вот про эту бабочку я говорю. Ребята, вот эта бабочка очень огромная. Она 30 сантиметров размером. Она летит вот как вот эта вот книга огромная. Представляете? Размах крыльев. А такая гусеница у ней, вот такая, как колбаса длинная, огромная. Они сразу представляют и говорят, ну, надо как-то заинтересовать и все остальное. Ну, в общем, конечно, я свой интерес, так сказать, как бы тут преследую, чтобы ребятам расширить знания, чтобы у них о природе были и отношения к природе. Я говорю, ребята, хватит того, что у нас очень сильно горят леса. Хватит того, что у нас страдает очень природа. И я всегда говорю, ребята, природа, Родина, народ, Род, эти слова не новые. Видишь, в слове корень Род для них является основой. Для них, а значит и для нас, основа, стержень нашей жизни. Так было прежде и сейчас. Природа, Родина, Отчизна. Ну, наверное, опять-таки учитель статок сюда. Стою подсказывается об этом, вот говорить можно. Ну, вот еще очень поучительные такие вот книжки есть у меня. Интересные книжки. Вот, медвежья услуга. Наверное, вот такую книжку видели. У кого-то, если внуки есть, обязательно. Это о том, как медведь помогал муравьям дом строить. Вот, и в конце концов, до того допомогался, что муравьи все разлетелись и разбежались куда угодно. Что, опять вы недовольны? Зарычал в сердцах медведь. Посмотрю на вас уж больно, вы любите лишь уметь. Ну, не видел вашу, так сказать, хату, которую вы строите. Что теперь тут говорить? У меня вода есть, капки и грядки там он не видел, надо срочно их полить. Пока нес воду, муравьи поняли, что он сейчас дом зальет. И все разбежались. Вот это интересно. На эту одну сказку написано, в общем, иллюстрацией. А вот эта вот книжка, Чучек, это о дружбе собаки и кошки. Может быть, такая книжка есть у кого-то, детишки любят очень читать ее. Вот в школах закупают для чтения, коллективного чтения вот эти книжки. Я хочу сказать, что мне очень сложно издавать эти книги, потому что приходится, наверное, как и каждому, приходится где-то средства изыскивать, где-то что-то находить. Но рано или поздно все равно книжки находят. Каждый год по одной книжке я издаю. Печать дорогая очень, потому что яркие книги. И вот последняя книжка, которая вышла, это вот свеженькая, она только в ноябре вышла. Это «Большие лесные новости». Тут много таких стихотворений, которые ребята берут и готовят в инсценировке. Я уже в этом году побывала где-то не меньше, чем в 12 районах. Приглашали. На юге я не была только в Зейском районе, в Тынгинском районе. А так в Селимджинском была, здесь во всех районах приглашают меня. И тираж общих книг, вот этих, которых я показала, 15 тысяч 500, они все расходятся эти. Вот такой тираж. Ну я хочу сказать, что у меня остались только вот эти книжки, песни о Норском заповеднике и «Большие лесные новости». Остальных уже пока, уже нет, разошлись. Спасибо большое. Спрашивают, где их можно приобрести? Где их можно приобрести? Здесь, нет, это мои, которые я уже показываю. Это в магазинах, в каких они есть? А детки приобрести можно в детской областной библиотеке. В издательстве «Свесарское слово» можно приобрести, да? Купить, я плоховато слышу. В издательстве «Свесарское слово». А, в издательстве, да, есть. Я видела, я там. Ну и все там. Я там приобрела. Да? И вот здесь еще Людмила Семеновна не сказала, есть два значка, которые обозначают, что это чистый продукт, который полезен детям. О чистом продукте мы будем говорить в сентябре, пригласим Рудакову, как ее зовут, забыл? Галина Михайловна. Галина Михайловна. Ой, Елену Михайловну, да. Елену Михайловну, да. И вот сейчас прошел форум здесь, в областной библиотеке, и книги Людмилы Семеновны все получили премию. Спасибо. Ну да, что вы будете с нами. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Так, еще я хотела сказать... Фамилия... Фамилия... А, фамилия... Моя? Мерзлякова. Мерзлякова Людмила Семенова. Так, Галина Тюрнева где? Где? Мерзлякова. Мерзлякова.